Обсуждению по разработке проекта решения, устанавливающего градацию ставки аренды земли и налога на недвижимость в городе Красноармейске. Виктор Прокофьевич хотел пару слов. Оценка земли, коэффициент и не менее 3%. Все это знаете, да? На что хотел бы обратить внимание при обсуждении. В этом году будет переоценка стоимости. То есть, я так понимаю, будет повышаться это все. Это раз. Коэффициент тоже у нас изменяется. Вот эти два показателя, которые сильно влияют на стоимость последующей уплаты. Плюс 3%, не менее 3%. Значит, оценка у нас районированная. То есть, оценка у нас не одинаковая по всему городу. Исходя из этого, получается и уплата не одинаковая. Что бы хотелось, обратили внимание. Может быть, сделать какую-то инвентаризацию или рассмотреть такой вопрос. Если, например, в центре какой-то там киоск, павильон 20 квадратов и на Диносе, вот сколько они платят. Если там большой разрыв, то тогда уже нужно более объективно смотреть, повышать 3% или не повышать 3%. Потому что налоговая, именно за эти 3% мы этот вопрос так не ставили. О том, что это компетенция совета, компетенция местной власти. Значит, надо рассмотреть объективно. Это один вопрос. Но главное, я хотел обратить, вот мы недавно вручили ПИСПО, уже не первый раз, да, мы этот вопрос, переписку по некоторым предприятиям, мы ведем с 2008 года. И в правоохранительные органы писали, и везде. Ну, в среднем, ну, грубо, мы рассматриваем весь обслуживающий регион. То есть у нас и Селидово, и Димитрово, и район. Вот, но мы сделали выборку сейчас по именно территории Красноармейска, то есть Красноармейска, Шевченко и Родинская. Значит, потери где-то около 800 тысяч в год. Вот, не из-за повышения, не из-за понижения, а чисто из-за неисполнения законодательства. Вот я хочу здесь, могу даже оставить, если рассмотрите, это детальная расшифровка здесь, почему. Значит, у нас есть три категории плательщиков, как я вот, мы разбили на три категории. Первая, это которые, у которых правильно оформлены документы, правильно начисляются, 3% не менее, и все они платят. Это первая категория, к ним никаких претензий нет. Есть вторая категория, у которых по каким-то причинам не оформлены документы. Причин различных много там будет. Но они также исчисляют не менее 3% и платят. То есть у нас тоже, да, есть недостатки, но каких-то претензий к ним нет, потому что они платят в любом случае ту нормативную сумму, которую должны платить по закону. Есть третья категория, у которых тоже что-то не оформлено, и они или вообще не платят, или платят 1%. То есть это уже за несколько лет потери там исчисляются даже не в сотнях тысячах. Вот если разобраться с этой категорией, третьей, вот у нас по Красноармейску где-то 800 тысяч можно получить дополнительных средств. Значит, мы начали выяснять уже давно. Дело в том, что сейчас и правоохранительные органы, лице прокуратуры, вот у нас сейчас затребовали детальную информацию по новой. Вот возможно там будет принято какое-то процессуальное решение, потому что убытки бюджета большие. Сами понимаете, да? Вот если поработать по этой категории, то можно дополнительно изыскать достаточно крупную сумму. Значит, как там получается? Мы получали ответы от власти раньше, в прошлом году. Ну, не платят предприятия, потому что не оформлены документы. Начинаем разбираться, почему не оформлены документы. Да, договор есть, у нас есть фирмы, которые этим занимаются, договор есть, все хорошо. Но деньги они не заплатили, это же платная услуга. Раз деньги не заплатили, значит никто ничего не оформляет. И все нормально, всех все устраивает. Вот если с этим вопросом разобраться, вот пожалуйста, дополнительные поступления. И плюс еще кто-то должен понести ответственность за это. Потому что это длилось ни месяц, ни два, ни три. У нас переписка скопилась достаточно. Вступили в силу изменения в Налоговом кодексе Украины. Соответствующее отражение эти изменения нашли и в решении городского совета о местных налогах и сборах. Относительно арендной платы за землю и налога на недвижимость. Я буквально в двух-трех предложениях проинформирую. Относительно арендной платы за землю. Изменения в Налоговом кодексе звучали только в статье порядки оплаты. Арендной платы за землю была исключена фраза, что оплата проводится по договору аренды зарегистрированных в установленном порядке. То есть на данный момент Налоговый кодекс убрал эту фразу. И есть чтение специалистов в налоговой сфере, которое звучит, что как только договор аренды заключен, должна начинаться оплата. При принятии решения городского совета в этой части арендной платы за землю было выявлено, что в городе Красноармейске вся арендная плата за землю установлена на минимально допустимом уровне 3%. Поэтому в решении сессии отражена следующая норма, что договор аренды может устанавливать процент арендной платы от 3 до 12. То есть введена возможность градации, вилки и положение о том, какие будут проценты непосредственно для каждого договора. Разработать в ближайшее время отделу архитектуры дано поручение. До 1 января у нас действовала возможность установления городскими властями льгот по недвижимости, налогу на недвижимость. С 1 января 16-го Налоговый кодекс запретил это делать. И сейчас льгота устанавливается только Налоговым кодексом. Это 60 квадратных метров для квартир жилых, 120 для жилых домов и 180 для нежилых помещений. Процент налога на недвижимость устанавливается до 3%. Именно это прописано и в решении о местных налогах и сборах. То есть налог устанавливается до 3%. И опять-таки отделу архитектуры дано поручение разработать положение вот этой вот вилки, градации в зависимости от зон, от видеокоммерческой деятельности. Эту вилку, от чего будет зависеть размер недвижимости. Вот наша задача это 3 максимально, да, до 3% максимум. Все эти нормы прописаны Налоговым кодексом. Они нам дают право устанавливать до 3%. А конкретный размер как арендной платы за землю, так и налога на недвижимость в течение ближайшего времени, вот февраль-март, должны мы совместно с вами, почему и пригласили, разработать и принять отдельным решением городского совета. Ну я думаю, что для того, чтобы эта работа была продуктивная и каждый, скажем, тот, кто хочет высказаться и внести свое предложение или поработать в рабочей группе, для этого мы собрались, чтобы услышать мнение и бизнеса. Поэтому предложение такое, в течение недели мы будем изучать опыт других городов по Украине, то есть какие ставки, какие примеры, ну и так далее. Поручим эти вопросы Ольге Дмитриевне, Юлии Андреевне, для того, чтобы это было юристу в законодательном поле, представителям, скажем, те документы, которые есть и на каком, скажем, да, в каком виде находится в целом земля. Чтобы те предложения, которые вы выносите совету предпринимателя, городскому совету, рабочей группе, были проработаны по направлению определения критериев. То есть вы не только приходите и говорите, я считаю, что арендная плата должна там быть 3% или там 4%. Хочется, чтобы этот процент был обоснован, от чего он зависит. Не только от зон города, возможно, у вас есть предложения разбить по видам деятельности, есть согласования по срокам, по уровню развития бизнеса или еще какие-то предложения. То есть это, естественно, ближе вам, как предпринимателям, эти критерии, и мы их готовы выслушать. Мы же не будем и отложать на неделю, то, что вы говорите, там, подготовиться, аналитику по моратории проведения. Саша, я хотел сказать, всякий случай, мы же просто здесь предпринимателям, где вы находитесь, пускай озвучит свой телефон. Ну, скажите, где находится. Вы уже приносили мертвую организацию, которая давно уже не существует в городе. Ну, где вы находитесь? Я, может, не умею звонить по телефону. Вот я хочу пойти в офис и принести предложение. Мы хорошо перезванивались. Или мне ехать к вам в школу, где вы работаете? Куда мне идти, делаю, где вы находитесь? Анатолий Николаевич, вы телефон мой знаете прекрасный. Я его озвучу. Вы назвали такое громкое слово «Союз предпринимателей». Кто в этот союз ходит? Какие предприниматели? Вы говорите, будем проводить аналитику по другим городам. Я уже ее провела. За два дня четко очень многое сделала. То есть, смотрите, во Львове, если брать, полупроцентная ставка, да, уже решение сессии прошли, 0,5. В Краснодаре есть 3. Извините, конкретно какой? Налог на недвижимость? Мы не установили 3. Мы сказали, что он может быть установлен до 3. Градация от 0,1 до 3. Да, конечно. Вы говорите заведомо неверную информацию. Вы сказали, что Красноармейск установил 3. Мы просто озвучили норму закона. Это разные вещи. Вы путаетесь. Вы сегодня днем путались, вы сейчас путаетесь. Мы ничего не установили. Мы собрались для того, чтобы с вами обсудить и принять вместе взвешенное решение. Это две разные вещи. Хорошо. Мы, смотрите, 0,5. Это Львов. Это Львов. Это Львов. Это Львов. Это Львов. Это Львов. Одесса, один. Винница, 0,7. Черкасса, 0,2. Днепр, один. Но мы прифронтовая зона. Мы не миллионники. Мы не областные города такого уровня, о которых мы говорим. Но мы не курортная зона. Мы прифронтовая зона. 40 километров от нас война. Никто не знает, что будет завтра. Полтора года назад мы уже эту войну несём на своих плечах. Каждый её ощутил, наверное. Каждый понимает, что это такое. Я считаю, нужно оставлять процентную ставку, такую, какая была она принята в 2015 году. Обоснованно объясню. Значит, минимальная заработная плата ежеквартально увеличивается. Увеличивается, соответственно, налог на недвижимость. По земле так же само. Процентная ставка, индексация была в 2015 году. Летом, не помню точный месяц, увеличена на 43%. В этом году опять будет индексация на 43%. То есть получается, грубо говоря, на 96% за год увеличивается аренда земли или налог на землю. То есть увеличивать его некуда. Платить должны все. Это однозначно. Но нельзя делить зоны. Там лучшая зона, там плохая. Нужно найти золотую середину, чтобы платили все. Те, которые не платят, занимаются правоохранительные органы. То есть мы против не имеем. Но вешать на тех, которые сегодня в состоянии оплатить тот старый налог, ещё неплатежи, которые образовались в городе, я считаю, нельзя. Можно оставлять так, как есть. Давайте пусть окончится война, пусть развивается наш город. И когда будет экономика работать, и поднимутся предприятия. Потому что в связи с тем, что идёт война, многие предприятия остановились. Нет контрактов, нет договоров. Всё, понимаете, всё в страхе. Есть такие, которые выехали полностью, оставили бизнес, выехали. Потому что были причины. Были и мародёрство, были и бандитизм. И это всё было в нашем городе. Ещё неизвестно, как это всё может закончиться. Давайте не будем трогать. Вот платят, сколько есть. Хоть какие-то копилки, но они есть стабильные. Чем мы увеличим, сделаем только хуже не только для вас, но для всех. Ещё и законы. На основание этих законов можно и не платить. Но лучше пусть будет, как оно есть, по чуть-чуть, но платят все. В смысле, можно не платить на основание закона? А на зону АТО. Это только в том случае, если там не ведётся деятельность. Это пахотные земли и другие вопросы. Я процитирую, я вам зачитаю. Шестая статья этого закона звучит, скажем, что «Звольнение от сплаты закористывания земельными делянками державной и коммунальной властности». У нас земельные делянки – это коммунальные властности, насколько я понимаю. «Под час проведения антитеррористической операции «Звольнятые субъекты господаревания, какие здесь не деяльность на территории проведенной антитеррористической операции ведь сплаты закористывания земельными делянками державной и коммунальной властности». Этот закон, я могу вам сказать, я вам прочитал, как он называется, по-моему, могу и номер его сказать, если вы не знаете. Если вам интересно, это номер 405, дробь 2014. А вы хотите поднять. Если вы считаете нужным, поднять, или у нас две вещи, согласно которых, я думаю, наверное, надо было бы поднимать налог. Это первый, у нас экономический бомб происходит, чего мы не видим. Или второй, наверное, кому-то нужны сильные деньги в бюджет, для того, чтобы этот бюджет дербанить. Другого я выхода не вижу, или ситуация, которая сегодня сложилась, которыми возмущены предприниматели, я в том числе, как предприниматель. Мне это не нравится. Если вы собираетесь до 3% поднять ставку в прошлом созыве, мы голосовали 0,1%, то на секундочку это поднятие налога на недвижимость в 30 раз, насколько я понимаю. Спасибо большое. Еще предложение. Предложение, мнение. Мы все за. Оставим, что есть. Да подняйте. Оставим, поставим, уходим. Уважаемые предприниматели. Вы знаете, наверное, есть, скажем, рациональное зерно в ваших предложениях, но хочу обратить ваше внимание, дополнить, что на сегодняшний день неравномерно распределена, скажем, да, там та же ставка и идет нагрузка в целом, скажем, по городу. У нас те предприниматели, которые были в прошлом созыве депутаты или были близко, очень близко к руководству, имели возможность играться коэффициентами, понижать. И, то есть, в любом случае, я считаю, что необходимо анализировать. А те, кто, скажем, были рядовыми предпринимателями и не имели возможности, они просто, да, платили, скажем, по тому, какому-то, скажем, общему тарифу. Это общеизвестная правда, к сожалению, в городе Красноармейске. Поэтому я считаю, что в любом случае анализ нужно делать. Для этого мы собрались с рабочей группой. Я думаю, что в процессе анализа, я думаю, вылезет очень много интересных фактов. Вот, я понимаю, почему некоторые предприниматели у нас годами не платят за землю, находятся в постоянном переоформлении. Людей не оформляют, не платят налоги. Потому что, да, ну, зато ездят на дорогих машинах и имеют возможность решать эти вопросы иным способом. Поэтому давайте не будем путать приведения в соответствии, да, вместе, скажем так, с вопросами покрывания, скажем, коррупции и крышевания, да, вот этих вот вопросов, скажем, с элементарным порядком. Потому что порядок нужно проводить и разбираться, анализировать. Вы сейчас выступаете, каждый переживает за какое-то свое, какое-то отдельное направление. Но вы же не понимаете, какой пласт, скажем, не освещенных, не показывает вопросов, которые от ваших глаз скрыты, то, что вообще реально происходило. Никто же этого не знает. И пока это не проанализируешь, не посмотришь, я больше чем уверен, не сделаешь правильных выводов. Поэтому я предлагаю за неделю взять выборку по каждому направлению, 10-20 самых крупных предприятий по площади. Посмотреть, кто сколько платит, какую сумму. У нас тогда будет понимание, хотя бы, да, элементарно, для того, чтобы понять, какой разбег все-таки получается по суммам. А после этого тогда уже дальше будем, проанализировав, тогда делать выводы вместе с вами. То есть я думаю, что каждому из вас будет интересно узнать, сколько платят соседи, да, на самом-то деле. Честно говоря, неинтересно. Декларация на депутатах только от санта. Ну, очень интересные вещи. И жители все время на встречах избирателей обращали внимание, что те, кто близко к власти, занижали себе коэффициенты и платят копейки. А обычные люди, которые не имеют возможности, платят по полной стоимости. Ну, как же в этом не разбираться? Ну, это наказы избирателей. Я считаю, что я в этом вопросе исполняю волю народа, пожелания народа, требования народа. Я избираю, скажем, исполняю волю избирателей. И я считаю, что это правильно. Да, пожалуйста. Ну, во-первых, многие из депутатов прошлого созыва, они сейчас находятся и в нынешнем созыве, так что это еще нужно разобраться. Просто может получиться так, что в очередной раз, вы говорите, были приближенные, не платили. А сейчас, те тогда были приближенные, сейчас другие приближенные, они не будут платить. А те, кто платил, те дальше будут опять... Вопрос в том, что если бы вопрос стоял только в одном налоге на землю... Дорожает цены, значит, цены на газ поднялись, да, мы оплачиваем, платим за этот газ. Нужно стать должным тем предприятиям, предпринимателям, которые остались у нас в городе, что они не выехали, сохранили бизнес, потому что у каждого из них, как минимум, 2-3 человека, а на некоторых, там, 50-70 человек работали. И ведь никто не может возразить против того, что наша деятельность многих предприятий была тесно связана с Донецком. Это контракты, это поездки, это какие-то там поставки, да, возьмите наши предприятия, которые работают машиностроители, они работали на многие там шахты, которые в Донецке расположены. Сегодня они этого лишены. А это крупные предприятия, которые занимают большие площади. Звучало на сессии, что крупные предприятия, такие как Динасовый завод или подавление, там не платят налог на землю, да. Я приведу простой пример, я это говорил неоднократно на камеру, поэтому это не за глазами, когда я неоднократно поднимал вопрос по строительной базе гранит, которая занимает достаточную территорию, я надеюсь, договор там есть, договор, да, и такую же приблизительно территорию рядышком, на которой, насколько я знаю, уже много лет договора нет. И все мимо ездят, да, руководители, все, и так дальше все это продолжается. Так вот, мы в очередной раз опять начинаем, будем давить, если поднимем, те, кто платил исправно, и по-прежнему те, кто не платил и раньше. То есть сначала нужно разобраться с неплатильщиками. Я так понял, даже Виктор Пракович, я хотел ему вопрос задать, вы мне не дали, что сегодня, если сбалансировать вот все неплатежи, которые идут, то суммы пойдут достаточно серьезные в бюджет, и тогда уже можно смотреть, какую минимальную ставку можно поднять, допустим. Я понимаю, что нужно сделать инвентаризацию и анализ. Именно для этого мы вас и пригласили, чтобы вы подали свои предложения. Закон нас обязывает рассмотреть и принять с учетом наших условий, территорий, и, скажем, то решение, которое мы, скажем, вынесем депутатам на сессию, оно будет проголосовано, нам с ним жить и работать. Потом нам его, естественно, нужно будет исполнять. На данный момент разрешение на сессию мы только готовим о пересмотре денежной оценки. С института еще информации о том, какова она будет за один квадратный метр, мы не имеем. Понимаете? Вы сами говорите о том, что зона АТО, там критерии по промышленности, по ведомбедительности, зонированию. Мы не знаем, какова будет денежная оценка. Мы не знаем этого. У нас идут параллельно два направления в работе. Это работа по, сейчас здесь, мы с вами собираемся, рабочая группа по арендной плате, а уже денежная оценка – это другое направление. Смотрите, государство пошло навстречу, оно упустило сегодня налоги, подоходный налог на зарплату. Подоходный налог на зарплату уменьшилось практически в 2 раза. Ничего уменьшения нет, сведет только с нарастающим. В сессию там минимальная заработная плата, ничего не уменьшается. И налог единый был 4%, а теперь 5%. А вот скажите, для примера, скажите, сколько гостиница «Дружба» в год платит налога на землю? Я вам помесячно скажу. Смотрите, 2015, до середины июня я платила 2,43 в месяц, да? Что еще раз? Месяц. 2 тысячи? 2 тысячи 43 в месяц платила гостиница. 2 тысячи гривен гостиница? Ежемесячно. Сколько у вас аренда офиса стоит, скажите, пожалуйста? Смотря в среднем, где-то тысяча-полторы. Один офис? Да. То есть у вас одна комната, и вы полностью закрываете аренду на землю? Смотрите, а коммунальные, а налоги, а содержание, а зарплата, а коммунальные съедают все. А налог на снег, на дождь, который я плачу. Это смешно на сегодняшний день? Это очень смешно. У меня нет довольно ливневой канализации, нет на территории. А когда не было воды в городе? А когда война была, где была власть? Кого-то хоть поддержала нас из бизнеса? Когда нас мучили, давили и пытали. Где вы были все? У вас никого нигде не было. Каждый выживал как мог. И свое предприятие сохранял. А как? Это большую роль играет. Вы не забывайте, что война рядом. Для того, чтобы навести в этом вопросе порядок, первое, нужно сделать инвентаризацию. Правильно вы говорите, нужно выйти, посмотреть, померить. Для чего? Для того, чтобы потом просто понимать, и можно было о чем-то говорить. Но это первое. В любом случае. Второе. Нужно провести анализ, кто сколько платит. Ваше предложение. Как в самом деле, в 2015-м, налог на недвижимость 0,1, а налог на землю, аренда земли, она и так сама по себе увеличивается. За год получается 96%. Индексация. Вот и все. Хорошо, спасибо. Ваше мнение будет учтено. Спасибо. Надеемся на конструктивную работу в этом плане. Может, да еще, пожалуйста, кто хочет выступить? Соловьева Любовна Ивановна. Я хочу сказать, знаете, сейчас вот в торговле вообще не стоит вопрос о каких-то заработках. Вот лично у меня стоит вопрос о том, как выжить, как не закрыться. Ресторан мы уже закрыли. Мы не в состоянии платить те платежи, которые мы должны по ним платить, потому что в городе очень сильно упала платежеспособность людей и покупная способность. Торговля резко упала. Я не знаю, все, у всех так, или может быть только к нам не ходят, я не знаю. Поэтому у меня лично просьба, что, пожалуйста, не надо ничего повышать, а дайте просто нам выжить в этой ситуации. Я сколько работаю, мы добросовестно платим. Все налоги и по земле, и лицензии покупаем. Ни от чего мы не скрываемся, не укрываемся. Ну, просто обидно будет проработать. Я 40 лет проработала в торговле, и сейчас вот так, понимаете, я просто себя перестаю уважать. У меня такое впечатление, что вот у меня ума не хватает вроде бы довести это все до ума. Ну, просто практически нет людей. Я сама работник общественного питания, и внедряем разные виды услуг, и там всевозможное, все можно делаем. Но просто низкая покупательская способность. Я бы хотела просто спросить, или меньше зарплата стало, или надбавок каких-то нет. Ну, вообще, платежеспособность людей очень резко снизилась. В первую очередь надо обращать внимание на экономику города. Это в первую очередь брать в армянское. Потому что экономика в городе, для этого сделать анализ. По торговым сетям, если эко-маркет может платить огромный магазин легко, 100-200 тысяч в год, и он это не почувствует на себе, почему мы не можем привести, ну, скажем, до ставки 12, и не получать в бюджет эти деньги, и решать какие-то вопросы. Я прекрасно помню, каким образом эта земля тогда выдавалась. Вы все помните? Помните? Да, как это решалось. И какая там ставка минимальная устанавливалась. Ну, так почему город должен терять? Здесь реально несколько миллионов ривен, которые можно просто вернуть бюджет. Если взять на сегодняшний день заправки, сети, которые у нас есть, там та же параллель, ну, там реально, там, ну, супер доходное предприятие на сегодняшний день. Они зарабатывают огромные деньги, и они работают на коэффициенте 3. А эко-маркет платит налоги в город? Конечно. За землю, да? Нет, я имею в виду, в принципе, на прижиме. Не-не, это же платит в центре, да, офисе, конечно. Сегодня же крупных платильщиков забирали с городов, то есть у нас поставались только налог на землю, и, скажем, да, по доходу, да. Вы же понимаете, смотрите, из этих крупных сетей, которые у нас есть, параллель, эко-маркет, ДТБ, я что-то не вижу, чтобы они здесь присутствовали. Их это вообще, по-моему, не волнует. Волнует малый бизнес, который сегодня есть. Вот здесь все представители малого, ну, может быть, чуть выше малого, до среднего даже не натягивая, судя из той обстановки, которая у нас сегодня есть на самом деле. Поэтому есть просьба, есть требования, не знаю, со стороны предпринимателей, не замыливать нам глаза, на самом деле, там, союзовым предпринимателем, еще чем, а просто услышать нас, услышать, а там, любое слово. Мы с вами прекрасно с такими уж понимаем, что ваша организация не работает, это всего лишь мыльный пузырь, который давно лопнул. Поэтому, давайте мы не будем, любое слово, я вас прошу. Сегодня, поэтому просит вас малый бизнес пересмотреть на те ставки на лодки, не пересмотреть, а ставить на том уровне, который есть. Мы же понимаем прекрасно, что как вы голосуете, как и в прошлом созывы, и сидя там, большинство голосовало, смотря на тех людей, которые сидели в президиум. Вы как болезнь, когда сладкая смерть, дайте. Поразили наш красноармейский, умрем мы не быстренько. Друздан, разрешите, я хочу сказать, очень правильно говорить, надо сделать инвентаризацию, поскольку, я и вот тут говорили, что бывшие депутаты, настоящие, и как руководитель центра занятости, я хочу на сегодняшний день сказать. У нас есть предприятия, которые абсолютно все раптуют за новое создание новых рабочих мест. Абсолютно мы не можем до них отбиться. Ни отчетов они не дают. Мы не знаем, сколько работает. Да, мы не имеем права прийти проверить на предприятие. Но мы же видим, как люди уходят. Понимаете? Мы видим, что уходят, становятся на учет, который по минимуму стояла заработная плата. По минимуму все идет. Поэтому прошу, и я хочу, и буду настаивать. Надо сделать полностью ревизию всех, кто, какая земля, у кого есть. Четко разобраться с другими городами, посмотреть. Те же рынки, те же другие. Посмотреть, кто у них сколько платит. Те же ларьки, которые стоят. Конечно. Потому что город Красномерск превратился, настроил ларьков, настроил ларьков, сдал в аренду, сдал в аренду и сидит себе припеваючи. Второе имя, я все это прекрасно понимаю, но должна быть справедливость. Плати налоги и никаких проблем не будет. Все я сказал. Я буду это мнение предлагать. Юрий Васильевич, на вашу реплику. Дина сходит по-любому. Платить будут все. Нормальную, порядочную, как говорится, обоснованную цену будут платить. И так как вы закидываете, что там бывшие депутаты, вы же такой же самый депутат был, как и Анатолий Николаевич. Мы же все принимали те вопросы, земельные вопросы. По 150, по 200 вопросов. Мы голосовали вместе с вами пакетами, понимаете? Так что не надо рассказывать о том, что вы хорошие, а кто-то плохие. Спасибо за внимание. Платить будет и Динус, и город, и центр, и за пределами. Спасибо. У меня тоже такое встречное предложение. Раз вы говорите, это мертвая организация, ну вот давайте ее поднимать, чтобы не была она мертвой. Ведь она городу нужна? Нужна. Чтобы можно было решать, а не вот так, как вы. У-у-у, шашку на голову и вперед. И больше скандала, и больше, как говорится, ну я тоже высказала, вот давайте, вот давайте. Анатолий Николаевич, вы знаете мой телефон? Вы можете позвонить, я вам скажу, на ушко. Где я нахожусь? На ушко скажите ему, нахожусь, пожалуйста. Ни один созыв поднимался вопрос об инвентаризации земель. Там, получалось, у нас не было тогда, на тот момент, не было в бюджете средств провести инвентаризацию. Мне хотелось бы узнать, как это будет долго или быстро проведена инвентаризация, вот хотя бы так приблизительно, не говорю о том, что мы в сроки какие. И второй вопрос, все-таки не хотелось бы оставлять тех предпринимателей, которые не оформляли аренду и не платили. Может быть, для них и надо коэффициенты эти поднять, с учетом того, что они не платили. Вот это хорошее предложение. И налог на недвижимость. Вот видите, вот есть конструктивное предложение. Мне, кстати, очень-очень импонирует. И, да, пожалуйста. Я, реплика такая, к чему может привести необоснованное поднятие. Я просто рассказываю. Мы сейчас участвуем в электронных торгах. Все тендера идут в электронном виде. Мы конкурируем. Павлоград, Новомосковск. То есть, если у нас будет ставка выше, чем с теми городами, то мы никаких тендеров не выиграем. Я понимаю, что с ДТЭКом работаем, это и врагу не пожелаешь, как с ними работать. Ну, я просто к тому, к чему может прийти. Мы просто не выиграем тендера. Смотрите, никто, я повторяюсь, но поверьте, никто не будет поднимать или даже предлагать поднимать ставку там, где, ну, скажем, это будет реально необоснованно или будет, скажем, опасность нанести ущерб предприятию и, скажем, таким образом уменьшить производство. То есть, мы понимаем, что если производство работает, это заработная плата, это налоги, это занятость, это, соответственно, социальная сфера задействована, то есть, идет оплата коммунальных в полном объеме и так далее. То есть, именно для этого мы здесь и собрались, чтобы поставить себе задачи. Я думаю, что в течение недели мы этот вопрос изучим. Если у кого-то есть предложение по инвентаризации, кто-то понимает и знает, как бы это было правильнее, или имеется какой-то опыт, пожалуйста, предлагайте. Я думаю, что мы примерно через неделю соберемся и всю информацию, которая будет, мы поработаем ее, обобщим, да, и проведем собрание и сделаем, скажем, информацию, донесем до, скажем, до наших предпринимателей, да, до руководителей с тем, чтобы выработать дальнейшее, уже поставить конкретные сроки, да, среди сроки или там определиться с финансированием, что для этого нужно будет, что это будет необходимо. Но вопросом этим заниматься надо. То есть, я считаю, что тем более, если закон нас обязывает, и мы знаем ту ситуацию, которая, ну, здесь была, скажем, на протяжении этих пяти лет, пожалуйста. Я еще не могу сказать, вы учтите, Руслан Валерьевич, что к нам инвесторы уже не придут в город, потому что хотя бы сохранят то, что сегодня есть. И сегодня после пятидесяти, поверьте мне, после сорока уже не устроятся на работу. От предпринимателей у нас надо им отдать должное, берут всех возрастов. Вот приходишь, если человек надо, не смотрят на возраст. А к вам сегодня придешь, вы же не возьмете за пятьдесят, уже на работу выбор. Берем. Смотрите, 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 я опять же обращаюсь к вам и предлагаю в городе, вот здесь, ну, скажем, ну, большая часть предпринимателей, которые, ну, давно трудятся, как бы и на слуху, и не зря мы пригласили руководителя совета предпринимателей, есть просьба разработать программу поддержки и развития предпринимательства. У нас сегодня работают различные фонды в Украине, которые финансируют те или иные проекты, ну, то есть то ли возвратные средства, то ли невозвратные. Я хочу сказать, что опираясь на ваши предложения, я готов вместе с депутатами разработать и с вами программу поддержки развития предпринимательства, закладывать в бюджет два-три миллиона гривен и выдавать их сроком на три-пять лет для создания рабочих мест, там, где люди готовы взять двести, триста, четыреста тысяч гривен, организовать какой-то бизнес, вот тут бизнес есть, работает, но чего-то не хватает для поднятия его на совсем другой уровень. Готовы будем профинансировать для того, чтобы создать рабочие места, платить налоги, платить людям заработную плату. Поэтому предлагайте. Много опыта такого положительного, в принципе, и по Украине, и по миру. Поэтому ваши предложения готовы, будем их финансировать. Разрабатывается стратегия развития города до 2021 года. И одним из направлений, которые будет решать данная стратегия, это уход от монопрофильности города Красноармейска. На данный момент больше 90% поступлений в городской бюджет обеспечивает угольная промышленность. Это гарантирует бюджету территориальной громады большие риски. Что-то случается с одним предприятием, поступления в городской бюджет резко падают, соответственно, полный кризис в бюджетной сфере. Поэтому приоритет развития малого и среднего бизнеса. Мы готовы выслушать ваши предложения по финансированию программы поддержки бизнеса. Вот вы повторили сейчас мои слова, которые на сессии я говорил, точно так же за риски с вольными предприятиями и так далее. Ведь у нас весь город сегодня зависит от шахты Попровской. Как только выдали зарплату, все, пошли деньги. Ну, не просто альман сказал, чтобы они были, альбурщиков. Только выдали зарплату и пошли деньги, понимаете. На услуги везде все. Поэтому здесь, конечно, надо создавать условия, наоборот, бизнесу. Я думаю, что мы через неделю соберемся, обсудим, наметим пути, скажем, решения тех вопросов, которые сегодня стоят на повестке дня. Я думаю, что определимся с советом предпринимателей, когда и как мы будем эту программу разрабатывать и в течение, скажем, этого года начнем ее реализовывать. Должны быть созданы новые рабочие места и честная уплата налогов. Естественно. А если они будут непоперны и поднимется в 30 раз налог на недвижимость, там, в 10 раз... Смысла никакого нет. Поднимется налог на здесь и все, кто это будет платить? Антон Николаевич, смысла в этом нет. Задача сделать, чтобы оно было доступно, понятно и честно. Судя из того, что мы когда увидели сессию городского совет, слава Богу, она была прямо в эфире, да? Слава Богу. Слава Богу. Да, слава Богу. Спасибо, а телекомпания «Орбитер». Может, тарифы у них невысокие были? Спасибо за рекламу. Да. Поэтому, судя по тому, что мы увидели, какие ваши намерения поднятия налогов в столько раз, понятно, конечно, взбудоражился весь малый бизнес, понятно, а вы не впихуйте, не впихуемые. Не надо трогать то, что оно лежит сегодня на поверхности и видно, что предприниматели и так с последних платят на сегодня. Я не знаю этих мелких предпринимателей, у которых есть ларьки, ездят на дорогущих машинах и построили там четырехэтажные дома. Я таких не знаю. У меня вопрос. Можно акцентировать внимание. Налог на недвижимость, за который сейчас так вот большие споры. Ставка его сейчас какова, действующая? Ну, один. Сумма в деньгах. Значит, у меня получается там около 500 гривен в месяц. Сумма за квадратный метр гривна 37 копеек. Ну, а вы умножите мою площадь, 3 600. И она у меня пустая. Пустая? Да. Да, были переселения, их не стало, сейчас и выехали. Остались только те, которые живут, можно сказать так, на честном слое. Вот и все. Это помощь я им оказываю. У которых нет жилья, у которых нет родителей, не осталось. Не осталось ничего, их ничего не держат. Или сильно бомбят. Тут район где не проживают. Есть такие, которые живут в Агееве. Детский садик открыли, работают нянечкой, а ночуют в гостинице. А утром едут на работу. И такие есть люди. Хорошо, они там не могут находиться, бомбят. Смотрите, хотелось бы еще один момент открыть. Город развиваться будет, поэтому на ближайшей сессии мы принимаем проект решения по разработке и утверждению плана зонирования территории города Красноармейска. Затем плана распределения территорий, микрорайонов. Что это значит? Есть многоэтажный дом. Под него просчитается, сколько ему необходимо этому дому земли. Та земля, которая высвобождается, она зонируется, распределяется. Это наши будущие детские площадки, парковки. Это все будет отводиться под эту территорию, все будет заканиваться, благоустраиваться. Отводиться в соответствии. Дальше нормативная в этом году должна пройти нормативная оценка земли по-новому. Тоже, чтобы все понимали, эта оценка не проходит за месяц. Это процедура длительная, она до полугода идет, экспертиза, выяснена. В настоящий момент действуют цены нормативной оценки 2008 года с корректировками. И специалисты знают земельщики, как осуществляется формула по аренде, расчету аренды земли. Там ставится коэффициент согласно зону Ваня, коэффициент определенный по зонам разбита жилая, коммерческая зона транспорт, громадская инфраструктура. И применяется коэффициент индексации 1,43. Это все действовать будет до момента новой денежной оценки. Эта процедура не такая, она быстрая. До этого момента мы проводим анализ, инвентаризацию. Определяется все действуют эти коэффициенты. Поэтому говорю, что сегодня в один день все это вырастет. Такого не будет. Потому что здесь в 3 раза больше физических условий приемцев за рейстор. Да. Мы давно же потеряли бензелью. Было, пожалуйста, за 2008 год. У меня есть за 2008 год стоит квадратный метр 100 гривен. У нас стоит 272 с копейками за 1 квадратный метр. А вот в 2015 году, когда нам дали, на полный, не мой. Сколько? Продлили, мы говорили. Деньга. Уже 300 суток квадратный метр. А вы говорите, что... Могу книгу. Деньги на оценку. Она же делана на период. На период до данного, на данный момент момента. То есть сегодняшнего. Вот у нас есть таблица. На каждый год она своя. Понятно, с 2008 года они же делали расчеты. Но если утверждят новую уже, разработает организация, соответствующая, там, институт, вот что-то... Я буду слушать, как сказать, цены 2008 года. Нет, денежная оценка 2008 года. Она просто индексируется. Вот большой проект, который там идут таблицы и рассчитывается на какой период. Она делается раз в 5-7 лет. То есть они рассчитывают на 7 лет вперед. Она каждый год разная. Каждый год происходит индексация. Конечно. Индексация мы знали. Мы говорим цену за квадратный метр. Хорошо, я отвечаю по вашему. В данном случае, значит, она индексируется в два раза. Согласно тому проекту, который есть, и согласно коэффициенту индексации, который ежегодно государство нам присылает в управление. Земля заражает увеличение. Она все время заражает. Ну, понятно. Послушайте, но мы не влияем на эти процессы. Давайте мы проанализируем, поэтому включайте. На центральном рынке была, по-моему, пятая категория, а на 1-7 была четвертая категория. То есть на 1-7 была круче земля. Как они сделали эту денежную оценку. Потому что кто-то в тот момент был ближе. Вот это мы говорим, совместно с вами. Подождите, подождите. Я вам сказал точно, что повлиять на эту денежную оценку вполне возможно в любом-то институте. Но если она поднимется, то поднимется у всех. Это отразится на конечном потребителе. Тех продуктов, которые предоставляет предприниматель. У кого-то ФЭМКа подорожает, у кого-то подорожают услуги, у кого-то подорожает. Но ни в коем случае это не принесет, я так думаю, нашим жителям какого-то большого плюса. И предприниматель, наверное, жирнее не станет. Но вы, наверное, все повлияете. Если, скажите, пожалуйста, а если вы не сделаете денежную оценку, вас за это накажут или мы будем поставить жить? Это требование закона. Требование закона говорит о декоммунизации, о том, что надо переименовать. Но, тем не менее, местная власть нашла способ, как написать, не переименовать город. Ну и хорошо. Я абсолютно не могу. То есть я спрашиваю, если сегодня вы не закажете денежную оценку, по какой денежной оценке мы будем жить? Мы изучим этот вопрос. Просто навести порядок землей. Сделайте инвентаризацию. А денежную оценку, потому что уже на предел. Тех, кто хватит, уже на предел. Лишнее мы ничего не получаем. Мы изучим вопрос, поэтому подавайте ваши предложения. Ну, вы сегодня слышали наше предложение. Не поднимать, а разобраться с теми. Кто не платит, что ли? Нет, мы не будем поднять. Поднимите такой степени, чтобы штаны не снимали. Одно дело в 2008 году был бизнес. И вроде бы бизнес 2016 года. Это разная вещь абсолютно. Тогда никто не задумывался. Да, пожалуй. Днение можно? Да. Я думаю, что речь идет о том, что нужно просто не взирая на фамилии, а проанализировать цифры. Фамилия либо там Денченко, либо... Анализируйте цифры обычно. То есть, если здесь смотрим договора, по каким договорам... А если вы будете отцениваться, кому поднимать, а кого нет? Проанализировать. Какими критериями вы будете пользоваться, для того, чтобы платить? Комка лучше красная или сервитута? Нет, вы просто объяснили. Именно цифрами. Нет, критерии. Ну вот посмотрели вы, хорошо, посмотрели. Платим мы. Как приплатим? Смотрите. Там, находит, не платить, не платить не будут. У них сервитуты, если вы об этом... О чем вы говорите? Какими критериями будете пользоваться, поднимать ему налог или не поднимать? Курточка у него красивая, жена бурятных или какого? Какие критерии? Мы вместе проанализируем, посмотрим, что этому человеку... Критерии должны быть оценки. Тройки. Вы подойдете к ним. Какие? Вам будет зрение с того больше? Если у человека нормальный заработок, как бы, поздравить, то есть он не обманывает. Как вы не шарает? Как вы не шарает? Есть предприниматели, которые платят, которые не платят. Да, вот тут два критерия. Кто платит, кто платит, а кто не платит. Коллеги, как раз на ваши предложения, на ваши предложения на критерии, они будут точно так же учтены и будут рассмотрены вместе с вами. Вот и все. Нет, так если человек не платит, почему с ним не расторгнут договоры аренды? Если годами человек не платит, почему... Если кто-то не платит, мы подготовим документы, передадим в прокуратуру. Пускай занимаются правоохранительные органы. Там есть статья в уголовном кодексе. Поэтому будет кому заниматься. Еще извините, если предприятие не работает, налог на недвижимость такой же, как и работает оно? Одинаково, да. Не имеет значения. Если предприятие не работает, но владеет, пусть продаст. Предлагайте. Честное слово, вы ведете себя, как оккупанты. Только так поступают оккупанты. Вот все, разграбить, добить выручки. Там с автоматами, тут с деньгами захватили. Ну вы же как-то хоть немножко думайте. Анатолий Николаевич, я извиняюсь, но, по-моему, все украдено до нас. В предыдущем созывам. В предыдущем созывам. Мы пытались пенсионному фонду здания найти. Не можем, все продано. Мы 68 миллионов. Распродали все имущество коммунальное.